Добрый день! Бачка открыта. Че девушка звонит? Сейчас звонит в помощь другу. Девушка, ну а че звонит, вы покажите нам как потребителям лицензию и все. Нам не нужна королевская конница и королевская рать. Девушки, есть лицензию? Да, сейчас я сделаю. А? Да, есть. Вы покажите. Сейчас. А почему вы здесь на уголке или нет? Смотрите, вам заходит человек. Вот ну я просто человек, там хочу водки купить, да, есть у вас лицензия, я откуда знаю, может вы не маркированные продаете или как. Причем я каждый раз директора буду ждать, нет же. Сами понимаете, глупость всей ситуации. А у вас это не остановка, да, или остановка? Тоже не знаете. Снимите, пожалуйста, в офигном документе. Сведения о государственной регистрации приостановленных аннулированных лицензий на производство спиртного обороны. Сетевая. Сетевая. А как у вас организация называется? Это перевернутая была, да? Да. Все перевернутая. Девушка, у вас как это называется? Предприниматель или его... Читовая розница. Как? Чи... Чикина, да? Чикина, да? Ольга Александровна. Есть? Сетевая розница. А по-моему там... Не, они по ТП не могут торговать, там только ООО должно быть. Вещь крепкий, алкоголь. Так, сейчас я вам всё расскажу, поясню и покажу. Да, давайте. Как раз послушаем, посмотрим. С google . А что у вас здесь? Смотрите, здесь здесь приостановленное готовление. Мы сдаем в аренду эти полки, сдаем в аренду сетевую родницу, у вас сетевая родница, саратская организация. Сейчас я с ними связался, они что мне поясняют, что на прошлой неделе у них лицензия была приостановлена. Данную продукцию они должны будут в ближайшую неделю-две гнать машину с Саратова и эту продукцию переместить назад к себе на склад. А сейчас вы торговлю зачем осуществите? Не могу вам ничего сказать, про продажу я не знаю, ничего вам сказать не могу, а по поводу того, что привозят, не могу сказать, может с ними тогда уточняйте? Не, с ними не надо, давайте так, мы же все прекрасно понимаем, что вы лицензии саратовской организации, просто прикрываете свою деятельность. Как Виктор Сторожев, как и вы, это все одно и то же. У нас мы сдаем в аренду эти торговые полки. Прям полочку сдаёте в аренду? А договор есть на аренду полки? Договор есть на несуществующую лицензию, да? Нужно запросить у них, он у них договор, он регистрирует. А у вас, у вашей стороны, нету разговора? Он есть, но его нужно искать, вот и так быстро отпустилить. Понимаете, что или вы подставляете сейчас покупателей, добросовестных, которые приходят в ваши магазины, хотят приобрести, думая, что у вас есть лицензия? Или они вас подставляют, торгуя без лицензии? Здесь вопрос, кто козёлок кушает? Или они? Нам сейчас пояснили, что у них приостановлены деятельности. То есть сейчас, если с ним созвониться... А почему они вас не уведомили? Они же с нами, пока вы не подзвонили. Секунду, а вы продавца... Но продажи не осуществлены. Можно я поговорю? Вас как зовут? Сергей Мирнов. Сергей Александров. Подскажите, пожалуйста, ваш продавец осуществляет деятельность... У вас два разных продавца, один сетевой, да? Который в Саратове работает, один на вас или нет? Нет, у нас один продавец. А он как работает на организацию, которая находится в Саратове? У нее трудовой договор вместе с ней? Да, насколько я, если не ошибаюсь, заключает договор на одну четвертую, по-моему, ставьте. Как-то так. Ну, просто это прикрытие, мы же понимаем. Я не могу вам ничего сказать. Но вы руководитель. Руководитель. Ну, если вы ничего сказать не можете, но вы руководитель. То есть вы не знаете, что... Ну, это схема какая? Это схема ухода, а просто от получения лицензий. Вы прикрываете саратовскую лицензию, организацию, которой тем более нет? Нет, саратовская лицензия, она действительно есть. Почему мы ей прикрываем? Ну, она же не принадлежит магазин сетевой вот этой. На данный момент не принадлежит. А вы просто даете одну третью полки там, да? И все. хорошая схема. У нас договор аренды не действует до сих пор. Ну а лицензия, как мне пояснили, она отозвана. Ну тогда закройте алкоголь и уберите с полок, вам же никто этим не мешает. До сегодняшнего вечера всю продукцию убрать. Если лицензия будет установлена, тогда выкинуть. Присядь на аренду. Мы приедем, посмотрим. Да? Сразу вас поговорим. Да? У вас не остановочный разве павильон? Как не знаете? Надо. Я не вас снимаю. На остановочном павильоне же нельзя торговать алкогольной продукцией и пивом, и сигаретами. Да, я уже снял, что открыт. И у вас сигареты открыты, они должны быть вне доступа. То есть во всех помещениях. Уголка потребителя нет. Кто предприниматель, неизвестно. Ну и вот. Девушка, а вот эти полки у вас для чего? Конечно, разливают. Здесь запах такой, соответствующий. Да не надо там со Смольным. Скажите вам полки для чего? Вот, полки. А где инфраструктуру? Ну вы тут работаете, вы что не знаете-то ничего? Понятно. А кто предприниматель? Предприниматель у вас тоже вы не знаете? У вас же есть собственная голова. Зачем вы там с кем-то разговариваете? Ну вы же правила торговли должны знать. Не знаю, почему я должна знать. Потому что вы продавец, вы должны знать правила торговли. Как-то непонятно. Это ваша должностная инструкция. Рабочая инструкция. А что? Ну скажите, кто предприниматель у вас? Сторожев, Виктор. У вас где уголок потребителя? Где написано, что это Сторожев или кто? А мне эта книжка хоть у вас есть? Нет. А вы продукты не торгуете. Вот он, наш знакомый киоск. Прикольно. Что, мужики, наливать там нет? Нет. Ох, тут такая сивка-бурка, да? Ох ты, красота у вас, да? Все продолжается, вот это мероприятие. Ваша? Нет. Я что, продавца, да? Добрый день. Здрасте. Добрый день. Отчезная палата в Глоковском муниципальном районе. Я тебе наточу. А можно ли деньги убить на торговле? Алкоголь. А вот это просто они с собой... Да хватит, что ли. Чего хватит-то? Вы наливаете. Нет. Где у вас там под полом? Доставайте себе фетишку. Все лежит, правильно. Сигарет почему у вас открыт в общем доступ? Да. То есть лицензии у вас никакой нет, да, на алкогольную продукцию? Даже сломалось. Разливать продолжаете? Здесь вот закусочка, капусточка у нас. С собой они пришли принесли? Да, конечно, да. Стаканчики с собой новые принесли, да, вот эти? Пластиковые. Вон мужики на улице. Они уже сказали, что это... Вы налили. Все сказали. Они курить вышли, они сейчас прыгают. Да, вот так. Виктор Сторожев у вас, да? Женщина. Предприниматель у вас кто? Женщина, у вас кто предприниматель? Сейчас. Ну вы что, не знаете кто? Ой, какой запах, оборотительный. Вам самое не стыдно в таких условиях работать? То у вас второй блюдер сбивает, как вы говорите, алкогольную, сильную алкогольную продукцию. Где у вас уголок потребителя? Вон, там что-то вижу. Кто там? Фу, вонище, а. Кто здесь? Маестренко. Маестренко. Алкогольный нету никакой, да? Остановка. Вот, пожалуйста. Кто, кто, кто? Да, до 19-го года она. Да нет, это старье висит. Не, ну, по факту, вот она у них выставлена. А на кого она? Она у них объединена, розничный торговый. Ну, это вот их, да, саратовская тоже организация. А здесь, ну, вот еще одна. Ага, до 21-го, она закончена. Да, 19-21-го и все. Ну и хватит. Магазин «Маргаритка». Здравствуйте. Общественная палата, глаголская госпального района. Можно у вас увидеть лицензии на алкогольные продукты? Питаль, лицензии на алкогольные продукты. Платили. Платили, понятно, вы покажите. Есть она у вас. Сейчас. Ну, может, там надо посмотреть. А у вас кто предприниматель? Кто предприниматель? На данный момент я. Вы? На вас оформлены? Да. А кто оформил на вас? Или вы сами? Нет, мы вдвоем. Дочерью здесь работали. Ну, вот на вас жалобы поступают? Говорят, что вы наливаете здесь алкоголь в разлив. Нет, мой хороший. Нет? Вот чего нет, у нас разлива нет. Можете посмотреть. А вот там ларечек есть, да? На остановке. Нет. Там мы не касаемся этого ларечка. Вы начали торгуются жалобы. А? Алкоголем торгуется по ночам. Разливается жалобы. Вот зря вы говорите. Вот сколько посетителей. Это не мы говорим, это люди говорят. Понятно. Покажите просто лицензию. У вас тоже от Саратова лицензия? Вроде бы да. У нас как его? Сетевая. Гармония. Тоже Саратов, да? Да. У нас от Гармонии. Вот понимаете, как вы говорите, от Гармонии. То есть у вас. Вы понимаете, что вы, это две разные организации, вы и эта Гармония. Они ООШКО, УАС и ПЭЭ, правильно понимаю, да? Да. Ну, а вы каким образом под их лицензию торгуете? По договору, наверное. По договору ЧИГО. Вы магазин сдаете в аренду весь? Нет, зачем? Мы в аренду взяли магазин у Недобежкиной. Мы еще многих тонкостей не знаем, потому что мы еще только-только начинаем. А вы только открыли, что ли? Да нет, я недавно работаю. Ну, сколько у вас? Ну, года больше, больше. Нет, в феврале, да. Вот это не дам, год скоро. Ну, секунду, вот вы понимаете, что в Саратове есть организация, да? У которого вы берете якобы лицензию на торговлю. Но магазин-то ваш. Какое отношение то ООО с этой лицензией имеет к вам? Не знаете? Вы не нервничайте, просто мы как бы не это, не с какими-то там штрафами. Просто я говорю, жалоб на вас поступает? Нет, нет, насчет разлива нет. Ну, разлива нет, а ночью продаете? Пиво, да, пиво, сигареты бывают. Ну, в ночь. Понятно. В ночь? Ну, бывает, что до 11. То, что мы в 10 в 11 уже закрываем решетку. Понятно. Год назад мы проводили рейд общежитых палат по выявлению экспортовых павильонов, где торгуют без литвы. Как мы видим, уже год закрыт. Благодаря нам, нашему судьбу. Проходите. О, запах хороший амбре. Где продавец убежал уже? Вот стакан стоит. Здрасте. ООО, объединение розничной торговли. Все алкоголь есть. Мужички выпивают. А вы разливаете здесь, да? Нет. Нет? А вот стаканчик у вас. Режим рабочим. А мужики что, пьют тоже сок? А стаканчики зачем? Так вот, в таком градации в продаже. Просто, да? Вы знаете, что на вашем магазине большая жалоба. Что, лицензии у нас опять, да, получается, нет? Нет лицензии. Эти старые, да, какие-то? Да. И тут стаканчик. Пока я в прошлый раз... А информацией мешком, кстати. Бухи. Антисанитарии полные. Так, а вот это семьяк. Я читал, да, снимал. Совсем выяснить, как это работает. Сейчас я достаю. Да, согласна. Видите, не заберут на реестра. Поставление? 13-й. Да это старые, да, все. Я думаю, что нету. А здесь что-то старые торговли? Такое представление, что первый раз люди видят, и вы видите эти документы. Вот так и есть. Всем развозили, а куда они там задели девочки? Да нет, нет, у вас в прошлом году нет. Может, вот это вот? Ну, переверните страницу. Да, какой, да. А, вот, вот, да. Что? До 20 декабря по 14 марта 2024 года. Вот действительно. Там адрес ваш есть? 14 марта когда было? 24-го года. А сегодня что? У нас сегодня октябрь 24-го года. Да, почти с 20 декабря по 14 марта. 24-го года. А сейчас октябрь 24-го. Не кричите, не кричите, я слышу. А можно вот это вот посмотреть? А здесь написано, быть выгод приостановленных и аннулированных лицензий на производство оборотов. Это у вас приостановленные? Нет. Да, она у вас просроченная в любом случае. Это Шехпарян в аренде ООО ОРТ. Решение суда это остановочный комплекс. Да. Ну, вон и блоки у вас видно тоже в любом случае. А вы подскажите, у вас же недавно было решение суда о том, что это является остановочным комплексом, насколько мне память не изменяет. и это, не знаете. А у вас кто предприниматель? У нас Майстрелка. А, вообще уже другой, да? То есть был Шехпарян, по-моему, да? Нет? Нет, Майстрелка сюда был. А ОООО ОРТ? У вас нет. У вас пиво только, да? Да, у вас есть потребители у вас? Это вот, да? Полупустой. Ну, вот эти телефоны, куда вы это увидите. А, правило, там, нет ничего. У вас сигарета открыт, пиво есть? Есть. А, и пиво на разлив, да. Вот, барган ставит, драфт, пиво разливает. Сигарета тоже в открытом доступе. Да. Пойдемте, адрес посмотрим. Это мы документы подымем. Как я понимаю, сейчас я вот выйду одним кадром. Это тоже остановочный комплекс. Да. Братьев Захаров, 6, дробь 2. О,... уходи... А... О, д déр... О, др...